Куриные крылья Я не занимала ваше время показывая как я мариновала крылья. Крылья я взяла даже вот с третьим фаланом, не разрезала. Вы можете разрезать как хотите. У меня вот такие целые. Что я сюда добавила? Ложку томатной пасты, 2 ложки растительного масла, соль, перец. Если у вас приправа курицы, пожалуйста. То есть все специи вы добавляете те, которые вам нравятся. Сахар не добавляла, потому что томатная паста достаточно, чтобы не горела. Можете соевый соус вместо соли добавить. Смотрите как хотите. Это замариновали по желанию. Можно меда добавить вместо сахара. Теперь я вот купила вот такую вот муку кукурузную. Вот такую. И кукурузная мука, вы знаете, что от нее очень хорошая получается панировка. Хоть для рыбы, хоть для мяса. И как-то чуть-чуть забылась. А это посмотрела рецепт моего друга Вовы Волоха. Канал есть такой очень интересный. И он жарил окуня в панировке. Вот именно в кукурузной муке. Я решила сегодня приготовить крылья именно в кукурузной муке. Давайте посмотрим, что же из себя представляет кукурузная мука. Это вот такая. Но я скажу, что есть разный помол. Видите, вот такая вот. Желтенькая, красивенькая. Вот она. И теперь, что я делаю. У меня есть вот такая форма. Я заслала ее пергаментом, чтобы легче было мыть. Это обыкновенная форма. Можно использовать так. И вот с такой сеточкой. То есть буду выкладывать. Если у вас нет, вы выкладываете противень в духовку. И решетка в каждой духовке такая есть. Теперь я должна запанировать в муке крылышки. Включите духовку. Где-то 190 градусов. И запанированные крылья мы отправим в духовку. Вот так вот хорошенечко. Но все лишнее. Можно было больше взять миску, на имею ввиду тарелку. Эта мука, она как-то как репит, как будто бы крахмал. Но я сказала, что можно и крахмала добавить, для того, чтобы вкуснее было. Но здесь. И вот видите, как складочки эти открываете. И сюда засыпаете. Так, и лишнее все встряхиваем. И выкладываем вот так на решетку. Все. По соли попробуйте, чтобы было хорошо. И муку лучше досыпать потом, чтобы... Потому что лишнюю вы же уже не насыпите в пакет, правда? Так, все. Панирую крылышки. Так, все. Вот запанировала. Так как конвертиком складываю. И, конечно, вот это вот, что осталось, а можно так... Ух! Немножко полить поверху. Извините. Бывает такое. Я все показываю, как оно есть. Видите, плеснула. Так это вытираю. И сейчас вот это, что осталось, мука, сверху высыпаю. Вот. Конечно, вот в такой панировке это замечательно, когда вы готовите. Я сейчас посыпаю, потому что... Просто, чтобы не выбрасывать. Все лишнее сойдет вниз. Во фритюре, когда жарите, это так вкусно, это так хрустит. Но поменьше жира. Давайте будем стараться. Меньше жира. Так, все. Я не накрываю. Если у вас, видите, что у вас курица немножко, знаете, как бы старовата, если вы готовите с бролера домашнего, там, или видите, что... Ну, вы знаете. То накройте фольгой. Я не буду. Это магазинная курка. Она очень быстро готовится. Все, 180 градусов отправляю на 35 минут. Не переживая. Ну, конечно, посмотрите. На средний уровень ставьте, чтобы не горело сверху. Все. Красота. Какая шкварчит. Весь жир стекает. Отлично. Вот это такая вот форма. Если вы будете видеть, купите себе. Все, закрываю. Доготавливается. Что, крылья готовы. В общей сложности у меня были они 45 минут в духовке. 180 градусов. Достаю. Ай, смотри, какая красота. Сейчас мы с вами будем пробовать. Вся вот влага там. Если у вас не хватает влаги, можете немножечко водички долить. Потому что, чтобы внутри, это на кости мясо, оно должно полностью приготовиться. Водичка эта будет проходить паром, и у вас все будет готово. То есть, чтобы не держать час, за 30-40 минут крылья будут готовы. Ну, потому что на кости. Все, сейчас будем обедать и будем пробовать крылья. Штучка эта замечательная. Смотрите, какие они сухенькие. Все ушло вот туда вниз. Видите? Вот смотрите, я переворачиваю, чтобы вы видели. Смотрите, как хорошо все зажарилось. Вот тут немножко мука, но все внизу. Все ушло. Лишнего жира нет. Украшать я не буду. На гарнир у меня вот такая вот крупа. Или что это вы угадаете. И болгарский перец. И, конечно же, чуть-чуть вот рощерк именно бальзамика. Здесь будет очень хорошо. Здесь используйте соус, который вам нравится. Здесь именно по ножу. По крылышку, извините. Все. Приглашаю вас на обед. Это уже крутит. Хватит его уже расхвалять. Конечно, вот эту третью фаланму, как обычно, выбрасывают. Но я... Смотрите, как все пропеклось. Я вам показываю. Никакой крови нету. Но я люблю этот хруст. Курицу кушают руками. Смотрите. Смотрите. Так, а вы так не кушаете. Нет. Мы кушаем так. Только порция Сашина вот. А моя порция, которую я показывала, вот. Так что хотите, верьте, хотите, нет. Это ваше дело. Легче блюда не бывает. До свидания. До новых встреч. До побачення. До новых встреч. До новых встреч.